Дмитрий Быков Дмитрий Быков Интересно ли там Пребывать? Интересно ли Общаться с теми людьми там? Чем отличается Аудитория ваша, московская От аудитории здешней американской? Скажу ничем абсолютно Потому что У меня такое ощущение, что Помните у Житинского В такой повесть «Чеснюсь» Во всех буфетах Меня встречал один и тот же каменный Пирожок с бывшим мясом Как будто его возили передо мной по всему Маршруту Вот у меня полное ощущение, что Конечно, моя аудитория гораздо лучше Чем каменный Пирожок с бывшим мясом Но у меня полное ощущение, что я вожу ее С собой Потому что вот я выступал в Мехико Выступал в Лиме Выступал в Токио И везде Моя аудитория примерно одна и та же Больше того Со мной за одним столом в Перу В Экипе В кафе Оказался выпускник нашей школы Который жил там уже давно И сказал Ну, наконец-то и ты сюда Потому что лучшее место для медитации Так вот Моя аудитория, что в Америке Что в России Качество никак не отличается Это одни и те же Хорошо социализированные фрики Такие же, как я Умеющие, по крайней мере Как-то адаптироваться к людям Но внутренне такие же изгои Везде, что народные, что не народные Потом, понимаете Отъезд из России За последнее время Стал настолько массовым Что шанс встретить Свою аудиторию в Нью-Йорке В Тбилиси В Барселоне Повысился в разы Мы, в общем, практически не расстаемся Что касается Шмульяна Многие, может быть, этого не знают Но Шмульян один из Ну, Шмульян старший Его папа Один из героев Дубовской большой пайки Правда, не Терьян, не думайте Но он тоже жил в те же времена И с Дубом вместе работал Шмульян интересный очень человек Из очень интересной среды Из среды московских Математиковых диссидентов Поэтому поговорить с ним Побывать у него Послушать его музыку Уповидаться с его кругом Это всегда большая радость Красиво Вы знаете, прям везде Где появляетесь вы От Сан-Диего, Сан-Франциско Пам Сан-Диего тоже было Сан-Франциско На любом берегу Везде вот этот вот флёр И везде Вы действительно встречаете Те самые глаза Которые видели и в Москве Спасибо, что так сказали Обозначили это Знаете, вот Людей, к которым Мы прилипаем сердцем Очень сложно Отодвинуть Задвинуться Отодрать от себя И когда началась Трагическая история Военная Казалось сначала Что недоразумение Долго казалось Что они просто Не обладают информацией Просто чего-то не поняли Но Когда в руки попадает Ваша книга Которая называется Вторая смерть Где вы пишете о войне Где вы пишете Именно так, как есть Расставляя все точки нады Проясняя Всё Не философствуя А просто Наотмаши Хлёсткая Каждой строчкой Подтверждая правду Всё становится На свои места И никого уже не надо Отдирать Всё понятно Становится Как эта книга Родилась И когда Ну Писалась она До примерно Октября Прошлого года Это стихи Которые написаны В первые полгода войны Издать её Предложил Виталий Кабаков Замечательный Бескорыстный Абсолютно Израильский Издатель Из книги Сефер Не буду Просто Сефер Это отдельное издательство Он сам Хороший поэт И у него В общем Вкус безупречный Все поэты Которых он издал За последнее время Там Кабанов Ольская Это люди Мне симпатичные Люди С которыми я дружу И мне там Появиться было Не зазорно Он придумал Очень хитрый способ Хотя это Принтон Димент Который тот же Житинский Широко практиковал В России А он верстает Делает обложку Печатает Сколько-то Экземпляров У себя Чтобы Распродавать В Иерусалиме Или там В Тель-Авиве А Собственный Макет Пересылает Автору Автор Находит Типографию Около себя И может Это продавать Во время Своих выступлений С обложкой Бондаренко С хорошим Оформлением С грамотной Корректурой Мне Корнельская Типография Эта Шлепнула Поскольку Все-таки Я Райтер Ин Резиденс На Какие-то Скромные Преференции Имею Право И вот По мере Распродажи Этой Книги Мы ее Допечатываем Она В очень Простой Бумажной Обложке И в общем Для того Чтобы ее Распечатать Больших Затрат Ни временных Ни материальных Не требуется И вот Эту книжку А кстати говоря Израильскую Эту книгу Я подержал В руках Единственный раз И тут же Мне пришлось Ее подарить Потому что Там Одной читательности Не хватило Экземпляра Но поскольку Как говорил Бродский Я-то Эти стихи Знаю Я ей Подарил Вот А Мы сейчас Новый тираж Будем продавать У Шмульяна Недорого Я надеюсь На самом деле Эта книжка Она мне дорога Тем Что там Помимо Новых стихов Есть Некоторое количество Для сравнения Стихов Из двух Предыдущих книг И это показывает Что я Все понимал Уже тогда То есть Ничего нового Для меня не случилось Случилась Количественная новизна А качественно Все сползало В эту дуру Уже очень давно Так что Мне этой книжке Не стыдно А Кабакову Отдельное спасибо Он приезжал Кстати в Штаты К сыну И мы с ним Дали совместный Вечер В любимом Моем городе Портленд Штата Орегон Это был Один из самых Счастливых Моих вечеров Красиво Хочу обратить внимание Радиослушателей И наших радиозрителей Как мы теперь Их называем Что 30 апреля В башенниках Шли книги С Ларисы В общем ведет Ведет себя Ведет себя довольно По-свински И мы придумали Что вот Я напишу Такую вещь Более радикальную Чем у Островского Она сыграет Ларису А Парантова Сыграет Максим Сухар Мы это придумали А я буду к Нуру Мы это придумали И мы с ней Всегда об этом мечтали Теперь это Довольно проблематично Но я Не теряю надежды Что мы эту пьесу Когда-нибудь Пьесу в стихах Мюзикл Там вообще нету Немузыкальных номеров Когда-нибудь поставим Правда Ивашенко говорит Что ему очень трудно Ее писать Потому что Она не беспросветная Это действительно пьеса У которых нет Хороших людей И даже сам Александр Николаевич Островский Который там действует Он тоже В общем Не шибко Гуманный И либеральный Но я ее читаю Читаю из нее куски И мне Больше нравится ее читать Нежели дожидаться Ее Музыкального воплощения А третья часть Этой трилогии Это драма В стихах Варшавянка На основе Русских Революционных песен Мы готовим ее Премьеру К тому моменту Когда русские революционные песни Опять станут актуальны И зазвучат На улицах Москвы Одним словом Смело Товарищи в ногу Спасибо Дмитрий Пророчество Я в это свято верю Спасибо Можно найти Кстати В интернете Золушку Вашу Которую с Алексеем Ивашенко Потрясающе Вы сделали Не читали Ее именно Музыкальном В воплощении Показывали Когда по-моему Четыре актера Вы На сцене Не сидели Золушку Золушку Мы конечно Покажем И Ивашенко Осенью Я думаю Будет здесь давать Серию концертов Мы Золушку Будем показывать В Кливленде Будем показывать В Орегоне Со своей стороны Я Ну очень рад От того Что она Не пропала И продолжаются Ее показы Потому что В Москве Сейчас Сами понимаете Ее Не очень Ты покажешь Там довольно Много Намеков Тоже На восстание В конце Правда Восстают деревья И там Потрясающе Эй ухнем Такая Дубинушка Но это Конечно Не для Московской Сейчас аудитории Мы ее Покажем здесь Тем более Что Машка Ивашенко Одна из самых Очередливых Женщин Каких я знаю Недавно вышла Замуж Чем я ее Поздравляю С горечью Она Будет Это Петь Как всегда Любимую Арию Золушки Вот это То это Пожалуйста Можно То это Достаточно Сложно И так далее Вот Это мы На осень Планируем А что касается Беспредельщицы Честно вам скажу Мне больше нравится Ее читать Самому Это дает Мне возможность Вы мечтанную Давно Местами Петь Во всяком случае Вот эта Паратовская Ария Колокольчики Бубенчики Я это обычно Пою А Шмульян Мне в этот раз Так деликатно Подыграет Спасибо Значит мы уже знаем Что будет Что чего ожидать 30 апреля У вас потрясающая способность Не изоповым языком Выражать Вот то самое Подстрочие Междустрочие А просто и прямо Восстание деревьев Простые У нас все Простые Если затронуть Тему О стихах Про нас И Михаил Ефремов Поэт и гражданин Понятно Можно вот буквально Немного И о том проекте Поэт и гражданин И о стихах О нас Ну понимаете Я очень надеюсь Что Ефремов Скоро выйдет И мы Сможем с ним Разговаривать Лично и очно Пока всему Что говорят От его имени Верить нельзя Он находится В заложниках И пока он Не окажется На воле Ни о чем Определенном Применить Так к нему Нельзя говорить Ни об эволюции Его взглядов Ни о том Что и как Я абсолютно уверен Что в довольно Скором времени Ефремов Будет полностью Оправдан Станет известно Все об этой Страшной истории Я хорошо знал Ефремова И знаю Что в таком состоянии Он не просто Не сел бы за руль Он не усидел бы За рулем В таком состоянии Как это будет решаться Там множество Экспертиз Множество мнений И дождемся Определенности А я люблю Ефремова Он остается Моим другом Спасибо Определенно Книга Вторая смерть Стих Сам Который сложился Вторая смерть А книга названа Потому что стих Да Ну Мне показалось Что Вы понимаете Название Этой книги Оно В определенном Смысле Полемично Мне уже Никита Елисеев Единственный Критик Интерпретатор Из тех Кто обо мне писал За последнее время Сказал Что если Твои ночные электрички Как перекликаются На ранних поездах То вторая смерть Это конечно Сестра Моя жизнь И Действительно Насколько война Противоположна Революции Насколько убийство Противоположна Творчество Настолько И дух Этой книги Ее настроение Оно Противоположно Радостному Сборнику Пастернак Это довольно Мрачная книга И у меня Она вполне Соответствует Своему названию Правда В ней есть Некоторое количество Довольно Оптимистичных Я бы сказал Жезератских Стихов Но они Как-то В общем Находятся В глубине До них Не так Просто Добраться Если серьезно Понимаете Она отражает Не столько Шок от войны Сколько Она выражает Гордость И восторг За нацию Которая Сегодня противостоит Дьяволу И сегодня Любоваться Украинцами Помогать Украинцам Поддерживать Украинцев Это одна Из немногих Радостей И доступных Россия Совсем недавно В студии Побывал Джулиан Милкис Который с концертами Ездил в Киев Одессу И не первый раз И когда я Читала вашу книгу И слушала То как вы Ее читали И здесь В гостиной И на Ивентах Всевозможных Я понимала Насколько же Это Воспринимается Там Как угодно По разному Воспринимается Я возил Эти стихи В Украину Потому что Я был там В июле Прошлого года И Конечно В Одессе Быть и не Прочитать Стихи Невозможно Мы там Собрались Тая Найденко Аркадьевич Майя Галина Мария Галина Мы собрались В Одесском Дворике И дали там Концерт Знаете Там публичных Сборить же Сейчас нельзя По ним Легко Пролетают Но мы Собрались Прочитали И я Это записал И точно Так же Прочитали Мы в Киеве И был у меня Вот я этим горжусь Вечер в метро В Днепре А там В метро Происходят Такие события В один кефтор Мне это устроил Я не могу сказать Что все это Воспринимают Однозначно положительно В Украине Хватает людей Которые Желали бы Всех русских Считать убийцами Я их понимаю Я могу их понять Но слава богу Там есть И те люди Для которых Я по прежнему Оставлюсь Другом И дамыш Кстати говоря Многие стихи Из этого сборника Они Не написаны Во Львове В Киеве В Днепре Вот там В тех местах В которых Я тогда побывал Потому что Надо вам сказать Понимаете Побывать сегодня В Украине Это очень Духоподъемно Я думаю Что сегодня Ну знаете как На фронте легче Чем в тылу В тылу От себя ничего не зависит А здесь фронт И здесь проходит Фронт главной войны Войны с дьяволом И для меня Эта поездка Была Такой надеждой Таким облегчением Ну и кроме того Это сильно помогло Мне писать Книжку Про Зеленского Которую я сейчас Закончил Пытаюсь довести До ума Сделать лучше Ну а в целом Она закончена И Какой-то Ну Какую-то часть Своего долга Перед Украиной Мне кажется Я в этой книге Выбуду Спасибо 30 апрель 6 часов вечера В башеннике У Сергея Шмульяна Собираются люди И там Именно там Можно будет услышать И выдержки Из книги Вторая смерть И поговорить По душам С Дмитрием Выковым Теперь это точно Возможно Во всяком случае У нас в эфире Мне кажется Это получилось Дмитрий Спасибо за доверие До встречи Пока